Подвинь стандарты. Аналитичная программа Павла Казарина та Юрия Мацарского на радио НВ. Мартин Скорсезе, знаменитейший режиссер голливудский. Он, помимо того, что он режиссер, помимо того, что он человек, который во многом сделал современное кино близким, понятным, доступным всем нам, так он еще и большой поклонник хорошей музыки. И он снял несколько очень толковых фильмов и концертов про самых разных исполнителей. Ну вот, например, Shine a Light, Rolling Stones он снимал. Он снимал последний концерт группы The Band. И я вот сейчас Павлу Казарину рекомендовал посмотреть две такие прям огромные, но очень содержательные ленты, посвященные Бобу Дилну. Одна называется No Direction Home, а вторая вышла в прошлом году, и она называется Rolling Fund Review. Ну а я со своей стороны могу порекомендовать Юрию посмотреть на Netflix. Вышел суд над Чикагской «Семеркой». Собственно, его снял сценарист, который в этой ситуации выступил в роли режиссера, Аарон Соркин. Это история про активистов, которые протестовали в 60-е годы против войны во Вьетнаме. И, соответственно, после случившихся протестов в Чикаго, они оказались на скамье посудимых. И довольно консервативно настроенный судья, соответственно, пытался и всех отправить за решеткой. И вообще, на самом деле, эта история про то, ну, она вскрывает те противоречия в американском. Судебная драма. Да, но она снята очень здорово, совершенно потрясающий звездный состав. И она вот дает представление о том, как шла американская дискуссия о границах допустимого и недопустимого сравнительно недавно. Потому что мы представляем все время американское общество из нынешних голливудских фильмов, из тех новостей, отголоски которых долетают до нас новостных лент. Но вот чтобы мы понимали, откуда это все рождалось, вот иногда подобные фильмы, они дают хорошее очень представление. И ты знаешь, вот любопытная история. Вот как по-разному устроены самые разные государства. В некоторых странах, которые авторитарны, я не знаю, в той же России, например, активисты, они борются с системой, чтобы ее сломать. А в США активисты, они не борются с системой, они борются с системой, чтобы заставить ее работать. Не для того, чтобы ее снести, а для того, чтобы она выполняла свои обязанности. Кстати, извини, что я вмешиваюсь сейчас. Как раз отчасти об этом идет речь и в том самом фильме No Direction Home о Бобби Дилане, о том, как его, собственно, его молодость и детство пришлись как раз на становление новой современной американской нации, на победу движения за права человека, на победу тех людей, которые требовали окончания сегрегации и тому подобное. Ну, то есть это вот фактически можно наблюдать. Кстати, там сам Дилан рассказывает о своем детстве и о своей юности. То есть это действительно такой, ну, прям слепок эпохи, за которым интересно следить даже тем, кто... А я знаю таких много по какой-то причине, мне непонятно. Даже тем, кто не любит творчество старика Дилана, Нобелевского лауреата и вообще замечательного человека. Ты знаешь, мы уже говорили в этой студии, что вот люди, которые, я помню, 60-е годы, которые помнят, я не знаю, марш на Вашингтон, борьбу, увенчавшуюся в результате успехом темнокожих американцев за всю полноту гражданских прав и так далее, и так далее. Они в 16-м году, наверное, у них был когнитивный диссонанс, когда президентом США становится такой человек, который демонстративно ратует за все наиболее консервативное, который, вот условно говоря, поддерживает в схватке активистов и, я не знаю, соответственно, правых радикалов, скорее, наверное, ультраправых и так далее, и так далее. Для них, наверное, ощущение, что, ребят, мы снова оказались в 66-м году каком-нибудь, еще до французского, до парижской весны и до всего того, что наступило после событий в Париже и так далее, и так далее, и так далее. И вот завтра, конечно, будет в значительной степени такой важный краеугольный день, когда вот будет определен, какие будут американцы... Мы еще об этом поговорим обязательно сегодня, да. Да, какими будут Соединенные Штаты дальше. Ты же помнишь тогда, как раз в 16-м году, когда Трамп победил, и многие люди, включая того же Скорсезе, включая там огромное количество людей из американской, вот, американской такой, околоартистической тусовки или из самих артистов, были действительно в шоке. И тогда еще масло в огонь отдельно подлили организации типа «Куклы из клана», которые выступили с официальным поздравлением в адрес Дональда Трампа, с заявлениями вроде «Ну, наконец-то наш человек пришел в Белый дом, ну, наконец-то он наведет порядок». А все почему? Потому что он же обещал какие-то совершенно немыслимые вещи. И мы сегодня к ним подойдем. Какие вот абсолютно немыслимые вещи? Он обещал, что построит стену вдоль границы с Мексикой. За счет самой Мексики. За счет самой Мексики, причем он даже приводил конкретную скорость строительства. 10 миль в день он обещал будет строиться, с такой скоростью будет строиться стена. И он обещал еще одну абсолютно российскую невероятную вещь. Он обещал запретить въезд в США и запретить выдачу виз в Америку гражданам стран с преобладающим мусульманским населением. И он, в принципе, и в том, и в другом мог бы преуспеть, но ему, конечно, здорово наставляли палки в колеса те люди, которые в Штатах должны беспокоиться и должны заниматься сохранением демократии и защитой Конституции. Подвинь и стандарты. Подвинь и стандарты. Аналитичная программа Павла Казарина та Юрия Мацарского на радио НВ. Юра обещал меня сейчас какими-то страшными вопросами. Нет, они не страшные. Просто мне хочется у тебя узнать. А как ты думаешь, сколько... Вот смотри, четыре года без малого, вот совсем без малого, четыре года Дональд Трамп президент Америки. В начале, вернее, еще до своего зашествия в овальный кабинет, он обещал построить стену, обещал, что мексиканцы заплатят и так далее. Как ты думаешь, сколько... Какова протяженность стены, построенная за этот год без малого, и кто ее оплатил? Слушай, ну мне остается только поставить на зеро и сказать ноль. Нет, нет, ты... Но ты близок, ты близок. Вот снова от начала до конца построено 8 километров стены. 8 километров стены. Внимание, он обещал строить стену со скоростью 10 миль в день. Это примерно 16 километров в день. А построено с ноля 8 километров в день. Еще около 590 с копейками километров уже имевшихся вот этих разделительных пограничных каких-то строений были обновлены, нарощены, надстроены. На них там накинули какие-то специальные новые системы. Но тем не менее, новой стены построено всего 8 километров. Ну, Дональд Трамп всегда может, наверное, объяснить, почему у него не получилось. Скажет, мне же не выделяли финансирование, я же даже бюджет не подписывал, у нас же локдаун был. Дональд Трамп рассказывает, что она строится. Дональд Трамп говорит, что... Он, правда, уже не вспоминает о том, что мексиканцы сами за нее заплатят, потому что он так и не нашел способа это сделать. Он страшно грозил властям Мексики. Он рассказывал, что будет сшибать какие-то безумные деньги за все мексиканские товары, которые въезжают на территорию США. Обещал, что будет забирать деньги у каждого въезжающего легально мексиканца на территории Соединенных Штатов Америки. Но просто его желания расходятся с его законодательными возможностями, по крайней мере, в этом плане. В итоге, ты помнишь, даже было пару так называемых локдаунов, еще из той поры, когда локдаун не имел никакого отношения к пандемии, когда не выделяли, законодатели не выделяли ему деньги, вообще никакой бюджет. На строительство стены. Нет, они вообще не выделялись. Ни на строительство стены, ни на выплату зарплаты. То есть замораживался. Нет, там была идея, насколько я помню, в том, я сейчас опишу, а ты поправишь. То есть он требовал, чтобы ему выделили деньги. Миллиарды. Да, миллиарды. Кажется, 5 миллиардов долларов ему было необходимо для того, чтобы вот стена строилась. Законодатели не выделяли ему деньги, он отказывался подписывать бюджет, из-за чего, соответственно, бюджет не вступал в силу, и все государственные учреждения просто оказались в ситуации локдауна, когда работать-то можно, но тебе ни зарплату не платят, потому что все бюджетные деньги заблокированы. Ни там канцелярские скрепки даже никто поставить не может, там и туалетную бумагу в уборные и так далее, и так далее, и так далее. И я помню, это тянулось несколько месяцев, в итоге, знаешь, это вот как история, когда два летчика несутся друг на друга в самолетах, кто же первый отвернет? Трамп в итоге первый отвернул, и через какое-то время бюджет подписал, государственное финансирование государственных учреждений было разморожено, потому что на тот момент уже, на самом деле, ситуация, ну, как бы, вот, накапливала очень большие такие, была очень сильно перегружена. Да, ситуация была перегружена, сейчас ситуация перегружена еще больше. Почему ситуация перегружена еще больше? Потому что сейчас Дональд Трамп является тем президентом, при правлении которого Соединенные Штаты Америки потеряли больше всего рабочих мест. Напоминаю, что Дональд Трамп обещал, когда шел на выборы, что он будет тем президентом, как он говорил, что Бог дает Америке того президента, который создаст больше всего рабочих мест в истории. Согласен, но справедливости ради нужно отметить, что при нем безработица действительно падала, вплоть до весны 2020 года. Да, до 3% она, кажется, сократилась. Я вот конкретных цифр не помню, я знаю ровно одно. Он обещал создать 25 миллионов рабочих мест. К моменту, когда в феврале начали как раз вводиться первые ограничения, связанные с коронавирусом, в феврале, когда, ну, в общем, так или иначе, экономика начала всерьез страдать, он создал из этих обещанных 25 миллионов рабочих мест, если мне память не изменяет, то ли 6,8, то ли 6,9, миллионов рабочих мест. То есть за 3 года у власти он не успел создать обещанных 25 миллионов, создал чуть меньше. Но потом грянул коронакризис. 22 миллиона американцев потеряли работу. 22 миллиона американцев потеряли работу. Из них около половины смогли временную найти работу, постоянную найти работу, подписать какие-то контракты на неполный рабочий день. Ну, то есть, так или иначе, вот из тех 22 миллионов, которые с начала февраля остались без работы, только половина смогла хоть какой-то заработок себе найти сейчас. Но Трамп теперь даже эту цифру пытается поставить себе в заслугу. Он говорит, да, вот, смотрите, коронавирус ужасный, спутал все планы, экономика росла, безработица сокращалась, рабочие места у нас создавались в стране. Потом пришел коронавирус, и вот 22 миллиона американцев, условно говоря, потеряло работу. Но если бы на моем месте был Джо Байден, и он бы ввел этот жесткий локдаун, как от него требуют ученые, то это была бы вообще катастрофа, и, соответственно, безработица бы выросла не на 22 миллиона рабочих мест, а, соответственно, на куда более значительную сумму, пытается тем самым отбиться от обвинений Дональд Трамп. А социологи указывают еще на одну вещь, который Дональд Трамп очень сильно портит себе, собственно говоря, репутацию накануне выборов, и портил в течение последних нескольких месяцев, на которые пришлась активная часть его избирательной кампании. Прямо вот показывает, что вот не надо так было делать, дядька, ну вот зря ты так поступал. И чему же учат социологи-специалисты Трампа? Тому, что нужно все-таки чуть вежливее быть с женщинами. Они указывают на то, что Трамп как-то прям страшно неуважительно общается с избирательницами, и, например, только за последний месяц он дважды прям вот как-то озверело разговаривал. Во время, кстати, своих избирательных митингов, во время встреч с избирателями он на одну из женщин рявкнул «Я спас ваш чертов район! Окей!» Когда ему задавали какие-то вопросы там насчет порядка, соблюдения законности и так далее. А другой женщине во время другого какого-то, значит, другой какой-то встречи в другой части США, когда обсуждалось, как раз нами с тобой, тоже она обсуждается, история с ростом безработицы в США, он на другую женщину прикрикнул, сказав ей «Я твоему мужу работу дал! Что тебе еще от меня надо?» Так вот, как показали опросы CNN, общенациональный всеамериканский опрос CNN, который был проведен неделю назад, ну, по крайней мере, опубликованы данные его были в начале прошлой недели. Собственно, если бы голосовали только женщины в Соединенных Штатах Америки, то Трамп, конечно, Трампа рассчитывать было бы вообще не на что. 61% женщин, согласно этому вопросу, скорее поддержат или наверняка поддержат Джо Байдена, и только 37% скорее поддержат или наверняка поддержат Дональда Трампа. Ты знаешь, что в Украине традиционно вглядываются в американские выборы, еще и потому, чтобы понять, как вообще будет вести себя главный союзник Украины в борьбе за ее территориальную целостность. Слушай, ну так не только Украина в это вглядывается. Безусловно, весь мир вглядывается. Извини, что я тебе рекомендую посмотреть большущий материал, если тебе интересно, как в Сомали вглядываются, в то, как закончатся выборы в США на Аль-Джазире опубликованные. То есть действительно весь мир в это вглядывается. И любопытно, знаешь, еще, то есть понятно, что от результата американских выборов там будет много, условно говоря, политических решений, смены каких-то нюансов в государственной политике и так далее, и так далее. Но вот любопытно что? В Киеве часто задаются вопросы, ну чья победа, условно говоря, усилит позиции Москвы, чья победа ослабит позиции Москвы. И любопытная деталь заключается вот в чем. Мы же помним, что Россия — это такая одна большая бензоколонка. То есть доходы от продажи углеводородов, нефти и газа, составляют, ну, абсолютно значимую часть российского ВВП. По большому счету, вся российская экономика — это нефтегазовая труба, а все остальное — это вот там полипы на ней, такие наросты. Ну, есть, понятно, еще там немного металлургии, есть оборонка и так далее, и так далее. Но основная часть доходов, она приходит как раз от продажи углеводородов в российский бюджет. И любопытно вот что. Дело в том, что и кто бы не победил на американских выборах, для российской нефтегазовой сферы ничего хорошего, судя по всему, ей ждать не приходится. Почему? Потому что вот за что выступает Дональд Трамп. Он говорит, да мы будем поддерживать традиционную тяжелую промышленность, давать деньги нефтяникам, мы будем субсидировать сланцевую добычу нефти, экспорт и так далее, и так далее, и так далее. Он классический человек, который говорит, что вот эпоха углеводородов... Я сейчас процитирую Павла Казарина. Это классическая история. Он, в общем, человек, который вот говорит, что эпоха углеводородов, она не ушла. Америка должна бороться. Она несколько изменилась, но она никогда не делась. И поэтому, соответственно, мы, вот, Трамп вывел США из Парижского соглашения, вел очень мягкое экологическое регулирование и вводил при нем санкции против российских газопроводов, потому что после того, как США сами стали экспортерами сланцевой нефти и, соответственно, газа, они стали с Россией конкурировать за разные рынки сбыта и так далее, и так далее. То есть, если вдруг Дональд Трамп останется на своем президентском посту, то российская углеводородов, как бы, нефтянка и газовая сфера, они будут нести убытки из-за конкуренции, соответственно, с американскими производителями и американскими экспортерами. Потому что вот он поддерживает американских нефтянников настолько, что рост добычи нефти в США вырос на 4 миллиона баррелей в сутки, например. Ну и, соответственно, кто-то может выйти и сказать, ну тогда, наверное, для России, которая получает деньги от продажи нефти и газа, выгоден Джо Байден. Ну а у Джо Байдена совершенно другая история. Джо Байден выходит и говорит, ребят, мы будем все делать совершенно иначе. Джо Байден выступает за то, чтобы, во-первых, опять вернуть США в Парижское соглашение, соответственно, выключить режим наиболее благоприятствования для американских нефтянников. Но все это, на самом деле, на пользу России тоже не идет. Потому что Джо Байден выступает за так называемую климатическую нейтральность. Он говорит, в 2035 году мы выведем Соединенные Штаты в безуглеродную эпоху. Мы сократим потребление нефти, сократим потребление газа к 2050 году. Мы вообще хотим выйти на полную климатическую нейтральность. Мы будем инвестировать 2 триллиона долларов в альтернативные возобновляемые источники энергии экологически, чистые и так далее. А что все это означает? Это же история про то, что вот если у тебя есть какой-то тренд-центр, страна, человек, отрасль, которая задает тренды, то за ней подтягиваются все остальные. Ну, когда-то, условно говоря, я не знаю, Стив Джобс выпустил айфоны, и все производители в мире стали выпускать не кнопочные телефоны, а вот такие вот сенсорные. Если США Джо Байден победит на выборах и начнет реализовать все то, о чем он говорил, то это история про то, что в мире начнет все равно падать спрос на углеводороды. И в этом смысле российская экономика, она, может быть, не будет конкурировать жестко с американскими производителями Роснефть и Газпром. Но это история про то, что будут падать спрос на их продукцию. Поэтому вот любопытная история. Кто бы не победил в этой сфере российской нефтянке, российскому и российским газовикам, ну вот как-то особенно завидовать не приходится. Но видишь, есть же еще те вещи, о которых Джо Байден не говорил или говорил, скажем так, не очень конкретно, так в общих словах. Эти вещи могут касаться, ну, таких неприятностей для России, как новые санкции. А это, в общем, запросто. Потому что, ты видишь, да, очень странное, мягко говоря, двусмысленное отношение у Трампа к Путину. Кто-то говорит о том, что у Путина есть компромат на Трампа, кто-то говорит, что они там чуть ли не сговорились и, собственно, победа Трампа была обеспечена во многом российским вмешательством. Это, в общем, там вопрос 25-й. Есть очевидная история, что Трамп не очень хочет ссориться с Путиным. Он прямо говорит, что он ему нравится, что он в чем-то ему даже завидует, что это тот человек, с которым нужно иметь дело, с которым можно заключить сделку. А все-таки Байден, он из другого теста немножко сделан. Все-таки Байден тот человек, который, ну, он, конечно, не такой прям, как с карикатуры крокодила, сошедший американский ястреб, но он не тот человек, который бы, скажем, мялся долго, видя то, как Россия себя ведет, с вмешательством в американские выборы, с отравлением собственных граждан, с продолжающейся оккупацией части территории Грузии, части территории Украины, части территории Молдовы и так далее. То есть есть ненулевая вероятность того, что весь этот ком вопросов, накопившихся к России, в том числе за президентство Дональда Трампа, при возможном президентстве Джо Байдена превратятся в санкции вполне себе настоящие. Тут же еще хороший вопрос. Он связан с тем, на самом деле, чем будет в первую очередь заниматься следующий американский президент, какой бы ни была его фамилия, потому что пандемия коронавируса, особенно в США, она ставит американское политическое руководство перед необходимостью очень серьезного заниматься внутренней повесткой. И вот тут же главный вопрос, не вытеснит ли внутриамериканская повестка из сферы внимания, ну не потеснит ли внешнюю политику, знаешь, уведя ее на какой-то второй план. Но в любом случае, вот 2 ноября мы все это говорим, а уже 3 ноября будут, соответственно, американские избиратели выбирать себе следующего президента. И вот самая главная интрига, как мы уже не раз говорили в этой студии, кроется вокруг так называемых колеблющихся штатов. И в значительной степени экзитполы в этих колеблющихся штатах они смогут дать нам представление о том, какой же будет фамилия следующего американского лидера. Интересно следить за тем, как колеблются рейтинги двух главных кандидатов на пост американского президента. Вот, ну, например, в апреле, в мае они почти сомкнулись, были как никогда близки друг к другу. Примерно там было по 50% у каждого из них, ну, там плюс-минус. Потом разошлись, рос долгое время Байден, его иногда догонял, иногда чуть-чуть отставал Трамп. Ну, такой был разрыв в районе там 10-12, иногда 14%. Вот BBC опубликовал пару часов назад свежие рейтинги. Это, я так понимаю, уже последние рейтинги. Почему? Потому что выборы уже завтра состоятся, уже завтра выборы. Так вот, согласно опубликованным рейтингам BBC, на 9% пунктов Дональда Трампа отстает от Джо Байдена. 52% голосующих, тех американцев, которые имеют право голоса, будут поддерживать Байдена. И только 43% признались в том, что хотят проголосовать за, или планируют проголосовать за Трампа. Ну, я так понимаю, что уже, ну, давай начистоту, это же не завтра мы, по сути, будем подбивать, это же послезавтра мы будем понимать плюс-минус картину происходящего. То есть уже 4 ноября больше ясности будет. Но, тем не менее, если ты с американскими выборами все, то можем идти дальше. Да, давай пойдем дальше. Ну, есть еще же выборы. А Молдова или Грузия? Что тебя интересует? Мне интереснее Грузия, мне как-то ближе Грузия, потому что я в Грузии бывал много раз, и друзья у меня есть оттуда, и там, и здесь живут грузины. Поэтому давай о Грузии поговорим. Да, друзья, там прошли парламентские выборы. Насколько я помню, в грузинском парламенте 150 мест. Собственно, борьба шла за 150 депутатских мандалов. Это первые выборы, которые пришли, прошли уже в соответствии с обновленным выборным законодательством. Да, там история в том, что раньше у них было, как в Украине, 50% это мажоритарка, 50% это партийные списки. Но потом, соответственно, возмущались многие этой нормой, потому что, например, после предыдущих выборов все, кто прошел по партийным, прошу прощения, выиграл выборы в мажоритарных округах, они примкнули к провластной партии, к партии «Грузинская мечта», и в итоге у «Грузинской мечты» было такое вот свое собственное монобольшинство. И менялись эти правила, соответственно... Я могу даже напомнить, что стало поводом для изменения этих правил. В июне прошлого 2019 года одно из заседаний грузинского парламента открыл российский депутат Сергей Гаврилов. Он сел в кресло председателя парламента, он приехал туда, там какие-то были околорелигиозные дела, и вот этот российский деятель приехал в Грузию, и его грузинская мечта по какой-то причине... Я напомню, Грузия, часть территории Грузии до сих пор оккупирована в Российской Федерации. Часть территории Грузии до сих пор, около пятой части территории, кстати, до сих пор удерживается насильно под контролем Российской Федерации и ее марионеток. И вот человек, который является одним из бесконечных лиц этого монстра, приехал, не просто приехал в Грузию, ладно, если бы он там сидел где-нибудь в, как это называется, православной ассамблее или что-то такое, если бы он там где-то сидел, общался бы там с представителями какого-нибудь московского патриархата или промосковских каких-то религиозных организаций, на него бы никто внимания не обратил. Ну, сидит и сидит. Но его зачем-то позвали, не просто позвали на заседание парламента Грузии, его усадили в кресло спикера парламента, дали ему право открыть день заседания, дали ему право ввести этот самый день. И после этого, собственно... Начались протесты. Начались протесты сначала в Тбилиси, как раз на проспекте Шатар-Уставеля, очень такое внушительное, величественное здание из светлого камня стоит грузинского парламента. Возле него начались протесты с требованием выгнать пособника оккупантов, выгнать представителя страны-оккупанта, не давать ему права. И эти протесты, которые изначально были направлены против одного единственного персонажа по имени Сергей Гаврилов, постепенно, но, правда, достаточно быстро, переросли в протест против действующей власти. Потому что, понятно, если грузинская мечта контролирует парламент, если большинство депутатов парламента от грузинской мечты, то кто еще мог его туда усадить, кроме как грузинская мечта этого Гаврилова? В конечном счете изменили выборное законодательство. Теперь не половина парламента, а не 75 депутатов выбираются по мажоритарным округам, а только 30. 120 по партийным спискам, 30, соответственно, по мажоритарным округам. Это, кстати, интересный момент, потому что как раз по итогам этих самых массовых выступлений, они так или иначе длились почти полгода. Не только в Тбилиси были другие города Грузии, также ими охвачены. Так вот, по итогам этих выступлений господин Иванишвили, который является создателем, главным спонсором и идеологом партии «Грузинская мечта», он прямым текстом через медиа пообещал, что вот эта вот не очень честная, гречкосейная, теоретически, да, она и практически была, гречкосейная система, когда половина депутатов избирается по партийным спискам, а другая половина избирается по одномандатным округам, и потом так или иначе мытьем, катаньем, угрозами, подкупом, как угодно, но попадает во фракцию партии власти. Так вот, он прямым текстом обещал, что эта система будет разрушена, и она уйдет в прошлое навсегда. И все депутаты будут избираться только по партийным спискам. Они хотели потом, в конечном счете, со своего обещания спрыгнуть, но в итоге родился такой компромисс. Не 75 депутатов по мажоритарным округам, а только 30. Да. Но еще они резко снизили проходной барьер до 1%, потому что если бы его не снизили, то в парламенте проходило, условно говоря, 3 политических силы, а сейчас значительно больше. Но какой расклад у нас есть по состоянию на понедельник, на 2 ноября, партия власти около 50%, а главные конкуренты это партия Михаила Саакашвили, там около 25. Я вот, извините за мое вольное обращение с цифрами, но вот это дает примерное представление. Около 50 у правящей партии, около 25 у... Там 48-49, где-то так, да? Да, да, да. Но, судя по всему, если у партии власти будут еще мажоритарщики, то она опять же может сформировать свое собственное монобольшинство. Например, там 100 депутатов собрать во фракции, оставив оппозиции порядка 50 мест. Ну смотри, уже сейчас понятно, что из 30 депутатов, которые разбираются по мажоритарным округам, 14 уже по итогам этого дня голосования проходят. Эти 14, на которых как раз делают ставку грузинской мечты, это те 14, которые прямо заявили о себе как о сторонниках грузинской мечты. Оставшиеся 16 человек, из них 15, ну то есть из 16 человек еще будут во втором туре, 16 мест будут во втором туре разыгрываться. Из этих, на эти 16 мест претендует сразу 15 человек, которые вот тоже грузинской мечты. Только один непредставитель грузинской мечты имеет шанс пройти в качестве одномандария. Ну это значит, что действующая партия власти в Грузии может вполне себе сберечь большинство, монобольшинство в грузинском парламенте. Повторю, взять 100 из 150 мест. И тогда, соответственно, нынешняя ситуация, нынешний тренд развития соседней страны, он и продолжится. Но правда там есть, там есть на самом деле один любопытный момент. Об этом, кстати, пишут наши коллеги с европейской правды, если для того, чтобы выборы признаны были состоявшимися, нужно, чтобы присягу сложили 2 трети депутатов. То есть 100 из 150. Представь себе ситуацию, например, грузинская мечта собирает 99 мандатов. То есть у них в принципе уже все, монобольшинство есть. Но 51, например, депутатский мандат у оппозиции. И, например, оппозиция не отказывается принимать присягу. И тогда все, новый выборный цикл, по идее, нужно идти на перевыборы. Но это была бы хорошая идея, был бы хороший план в ситуации, если бы оппозиция в Грузии имела действительно какой-то железный план победы на новых выборах, на перевыборах. Но насколько я понимаю, этого железного плана у оппозиции грузинской нет. У них есть несколько там действительно важных решений. Они действительно смогли договориться накануне выборов по очень важным, разного рода жизненно необходимым вопросам. Например, они договорились не вступать с партией власти в коалицию, что самое важное. Вот это самое важное. То есть ни одна из тех партий, которые проходят сейчас в парламент, они заранее, их руководители, пообещали, что мы с грузинской мечтой в коалицию не войдем. Это бы в любом другом случае означало, что грузинская мечта, даже получив из этих 150, условно говоря, 74 места, все равно не могла бы стать партией власти, потому что так или иначе ей нужно было бы с кем-то договориться, а договориться не с кем. Но судя по всему, судя по тем данным, которые мы имеем, никому ни с кем грузинской мечты договариваться-то и не надо. Она сама по себе будет партией МОНа большинства. Уже не первый год, не первый избирательный цикл в Грузии за власть, за большинство в парламенте соревнуются по большому счету две главные силы. Это вот та самая грузинская мечта, которая уже в который раз побеждает, Бедзина и Ванишвили, человек, как сказали бы в старые времена, непростой судьбы, человек, который, по-моему, три гражданства у него, грузинская, российская и французская, человек, который занимался банковским бизнесом, человек, который занимался аптечным бизнесом, человек, который находится в списке Форбса. И который в свое время сместил Михаила Николозовича Саакашвили с государственных постов. Восемь лет, по сути, власть удерживает в Грузии партия грузинская мечта. Так вот, главная претензия к грузинской мечте со стороны оппозиции, главная претензия со стороны оппонента в этой власти, то, что она пророссийская. Почему? Они говорят о том, что, слушайте, ребята, вот смотрите, есть Бедзина, который много лет проработал в России, есть Бедзина, который построил свое состояние на каких-то там банковских историях, небанковских историях. Есть Бедзина, который многие годы жил в России, завязан вообще на всю российскую политику, вплоть до того, что он там в качестве кого-то из лиц, официальных лиц принимал участие в выборах 96-го года, поддерживал генерала Лебедя, если помните, такой был. Так вот, он приехал с российскими деньгами, он приехал, я не знаю, каким-то образом вдохновленный, а то и отправленный Россией сюда, нас сбивать с пути истинного, путь истинный, в общем, понятный какой-то, возвращение оккупированных Россией территорий. И вот то, что делает сейчас и делала до недавнего времени грузинская оппозиция, это всячески указывало на то, что, смотрите, все те реформы, которые были при Михаиле Саакашвили, они свернуты. И все то, что все те там какое-то движение в направлении освобождения оккупированных территорий прекратилось, это ли вам не свидетельство того, что он пророссийский? Это ли вам не свидетельство того, что он человек Москвы? И как вы можете, зная, что у нас там сотни тысяч человек беженцев, зная, что у нас пятая часть страны оккупирована, голосовать за ставленника Москвы? Но как мы видим, как мы видим, эта история не сработала, по крайней мере, большинство из тех грузин, которые пришли проголосовать на выборы в минувшую субботу, все-таки проголосовали за Бедзину и Ванишвили, все-таки проголосовали за грузинскую мечту. Но я вот замечу, я хочу кого процитировать, хочу процитировать Хатио де Канаидзе, она в ночь субботы на воскресенье пришла к протестующим, и там были стычки, протестующие устанавливали палаточный городок, как раз на проспекте Шатар-Уставели, недалеко вот у стен, у лестницы парламента. И Хатио де Канаидзе, она одна из лидеров, собственно говоря, партии Михаила Саакашвили, которая называется Единое национальное движение. Мы все ее помним как экс-главу национальной полиции Украины, сейчас она активную роль играет в политике в грузинской, в политике родной своей страны. И вот она сказала, что она готова одна там стоять под этим парламентом, одна продолжать протест. Почему? Я сейчас ее процитирую. Я понимаю, что борьба с олигархом и Россией изнурительная, но я остаюсь у парламента и в такой форме выражаю протест. Конец цитаты. Грузинская оппозиция говорит о том, что были выборы фальсифицированы, и там один из моментов, который вызывает очень много вопросов, это вот пауза. Закрылись избирательные участки, а потом была пауза, ну, примерно часов восемь. Перед тем, когда Центр избирком стал публиковать предварительные результаты голосования. И у всех возникает вопрос, а что происходило в течение этих восьми часов, пока, соответственно, не публиковались предварительные результаты голосования и так далее, и так далее, и так далее. Более того, вот у оппозиции был какой расчет? Они договорились, что никто с грузинской мечтой в коалицию не идет. И был расчет либо на то, что, условно говоря, оппозиция наберет суммарно больше, там, условно говоря, 76 мандатов, вот, 75 плюс 1, и вот тогда делают техническое правительство во главе Саакашвили, который занимается подготовкой новых выборов по новым правилам, которые, соответственно, должны были окончательно обнулить ту систему, которую грузинская мечта выстраивала за последние 8 лет. Но, как мы видим, судя по всему, грузинская мечта опять имеет все шансы собрать такое вот свое собственное монобольшинство в грузинском парламенте. К чему она, эта грузинская мечта, уверенно идет, несмотря на то, что вот, я знаю, я следил за тем, что пишут мои знакомые, что они говорят, я имею в виду грузинских граждан, которые принимали активное участие, так вот, они говорят, что выстраивались очереди в некоторых районах и Тбилиси, и других городов, люди стояли по 30-40 минут, иногда даже больше, для того, чтобы проголосовать. И, как казалось этим моим знакомым, они, люди туда пришли именно по призыву партий оппозиционных. Но, как выяснилось, не все так чисто. Подвинь стандарты. Подвинь стандарты. Аналитичная программа Павла Казарина та Юрия Мацарського на радио НВ. Двойные стандарты. Продолжаем вглядываться в результаты грузинских выборов. Вот просто пара моментов. Во-первых, уже одна из политических партий, в частности, европейская Грузия, они заняли третье место на выборах, направлено около 4% голосов, им должно было достаться 5 мандатов и в грузинском парламенте. Они заявили о том, что отказываются от мандатов, что выборы не были свободными, справедливыми и так далее. Более того, грузинская оппозиция говорит, что будет бойкотировать работу парламента, что протестовать они будут вплоть до того, как правящая партия, которая, кстати, на секундочку получила 61 место, им, по сути, осталось добрать еще 15 мест за счет мажоритарчиков, а всего 30 мажоритарчиков заходят в грузинский парламент. И все, и они монобольшинство? Да, и они монобольшинство. Причем, я так понимаю, что судя по результатам уже нынешнего дня голосований, а я напомню, что на 16, по-моему, участках пройдет второй тур голосования, как раз среди депутатов, ведущих как одномандатники, кандидатов, ведущих как одномандатники. Так вот, уже сейчас можно говорить о том, что в кармане монобольшинство у грузинской мечты. Да, 48% у них. Так вот, дело в том, что оппозиция говорит, что будет бойкотировать, соответственно, провластная партия говорит, а нам все равно у нас. И так, достаточно, есть к воруму необходимое большинство для того, чтобы обеспечить работу законодательного органа. В свою очередь грузинская оппозиция говорит, ну, раз так, то мы будем организовать акции протеста, и не планируем признавать результаты этих выборов парламентских. Ну, в общем, вот такой вот цунг-цванг. Очень, кстати, знакомый для нас, для всех. Для нас знакомый еще и тем, что во всем этом цунг-цванге принимают участие и украинские политики тоже. По крайней мере, один украинский политик, но зато какой. Михаил Саакашвили. Я напомню, что незадолго до дня голосования в Грузии появилась информация, шли какие-то слухи, то подтверждаемые, то опровергаемые, что в случае победы, победы оппозиции на выборах в Грузии, Михаил Саакашвили вернется на родину к себе, вернется в Тбилиси для того, чтобы занять пост премьер-министра. Понятно уже, что сейчас ничего такого не будет. Понятно уже, что никакого Михаила Саакашвили, судя по всему, никто звать не собирается. У грузинской мечты есть там масса каких-то своих людей в очереди стоять для того, чтобы на это кресло сесть. Но вот я смотрю РБК Украина со ссылкой, почему-то со ссылкой на спутник Грузия, а это я напомню, российское пропагандистское издание, которое действует на значительной части постсоветского и не только постсоветского пространства. Так вот, по какой-то причине спутник это Грузия, цитирует Михаила Саакашвили, вот что говорит. «Мне не интересны такие должности, я отказался от должности премьер-министра Украины три раза, тем более меня не интересует должность премьер-министра Грузии, но меня волнует то, что я не могу вернуться домой». Конец цитаты. Очень странная история. Трижды предлагали Михаилу Саакашвили премьерский пост, а кто и когда? Не знаю, это вот та цитата, которую я вот сейчас привел и как раз сказал, что она мне во многом кажется сомнительной, странной. И я вот вижу ее только со ссылками на российское пропагандистское издание «Спутник Грузия». Ну вот любопытно, мы же помним, как появился Михаил Саакашвили в украинской политике. Это было в эпоху, соответственно, пятого президента страны Петра Порошенко. У них тогда была коалиция между БПП в парламенте и Народным фронтом. И, соответственно, были поделены полномочия. Ряд министерств были закреплены за Народным фронтом, ряд министерств были закреплены за БПП. И многие тогда полагали, что Петр Порошенко позвал в украинскую политику Михаила Саакашвили, дал ему гражданство, дал ему должность для того, чтобы его руками, условно говоря, вот ослаблять партнеров по коалиции. Потому что мы поняли, что Михаил Саакашвили тогда активно критиковал Арсения Яценюка, активно, публично ссорился с Арсеном Аваковым, еще одним представителем от Народного фронта. И опять же, вот такие злые языки поговаривают, что, возможно, ему в обмен было обещано, что вот если ты поможешь, условно говоря, подвинуть Арсена... Прошу прощения, Арсения Яценюка с премьерского поста, то, возможно, вот тебе предложат премьерский пост, и ты возглавишь в Украине кабинет министров. Но когда в итоге Арсений Яценюк ушел со своей должности, мы же помним, что не Саакашвили было предложено стать премьер-министром, а Владимиру Гройсману, еще одному давнему соратнику Петра Порошенко. Но уже на следующий день, после назначения на премьерский пост, вот как раз давний соратник Петра Порошенко стал играть свою собственную политическую игру. И, возможно, тогда у Михаила Саакашвили появился свой личный персональный зуб на Петра Порошенко. Я еще раз хочу обратить внимание на то, что эта цитата приведена российским пропагандистским изданием. Российские пропагандисты очень не любят Михаила Николаевича Саакашвили, всячески пытаются его смешать с грязью, всячески выдумывают ему разного рода грехи или преувеличивают, раздувают те грехи, которые на самом деле имели место. Поэтому я бы сейчас пока относился скептически к этому заявлению, но еще раз повторю, что согласно цитате от российского пропагандистского агентства «Спутник Грузии» Михаила Саакашвили признался в том, что ему трижды предлагали пост премьер-министра Украины, и он отказался, и тем более не хочет идти в премьер-министры Грузии. Возвращаемся к грузинским выборам. Геловасадзе, грузинский политолог, кстати, родом из Одессы, человек, которому... Ну, я, например, доверяю части того, что происходит в Грузии, прям вот как никому другому, человек, который за всем следит, человек, который знает самые разные инсайды, разбирается в грузинской и внутренней, и внешней политике, понимает, кто с кем против кого дружит. Так вот, мы с ним как-то обсуждали происходящее, я ему говорил о моем ощущении от Грузии, от грузинских политиков, от грузинских избирателей, и это было там пару месяцев назад, и Геловасадзе сказал следующее. У нас есть вот такая четко структурированная фанатичная секта сторонников Михаила Саракашвили с одной стороны, и есть такая же четко структурированная, такая же фанатичная и примерно равная ей по размеру секта сторонников Бедзины Иванишвили. И все остальные люди, вот они как-то в середине, эти две секты перетягивают их, а каждый на свою сторону, кто чем может убедить. Просто у Иванишвили в последние годы, у его секты, у его сторонников, у его политтехнологов, это получалось лучше. Почему? Потому что, ну, несопоставимые бюджеты. Бедзина Иванишвили миллионер, он входит в список Forbes, бильярдер даже, вокруг него много других богатых людей. Он контролирует административный ресурс, и в конце до концов получается так, что если просто сравнить затраты на официальные, даже просто официальные затраты на предвыборную кампанию партии, то получается, что нигде в мире голос избирателя не стоит так дорого, как в Грузии, ровно потому, что грузинская мечта вбрасывает в свою раскрутку и годами это делает, какие-то немыслимые деньги. И там, это при том, что в Грузии меньше 4 миллионов человек населения, из которых многие, из которых еще не доросли, до возраста выборного, часть вообще не ходит на выборы. Ну, то есть там за пару миллионов буквально человек идет такая драка, что страшно представить себя. Вообще любопытно, конечно. Знаешь, вот до того, как Михаил Саакашвили пришел в украинскую политику, отношение в украинском обществе к нему было, ну, как-то попроще, попроще, поотстраненнее. Многие говорили о том, что он автор грузинских реформ и привозили в пример те реформы, которые ему удались. Кто-то говорил, что да, он проводил реформы, но делал это довольно жестко, порой ломая страну через колено и, условно говоря, не брезгуя в том числе какими-то довольно жесткими авторитарными мерами, и что он менял Грузию быстрее, чем Грузия была готова меняться, и, возможно, в этом составила причина его финального поражения в какой-то момент на выборах, когда он вынужден был оставить свои должности и уйти, соответственно, в оппозицию. А чем торгует Бедзин и Ванишвили? То есть вот его рецепт электорального успеха, у тебя есть свое собственное объяснение? Ну, ты знаешь, как мне кажется, вот это как раз та самая стабильность, которую продают, как бы ни было хуже. Эту стабильность действительно успешно продает очень многим людям, очень многим жителям Грузии, очень многим гражданам этой прекрасной страны. Я пару лет назад, когда был вот в последний раз в Грузии, надеюсь, что еще попаду туда, потому что действительно прекрасная страна, общался с самыми разными людьми, и в том числе с теми, кто когда-то голосовал за Михаила Саакашвили, а теперь голосует за... Тогда вот признавался в том, что голосовал за грузинскую мечту, за Бедзину и Ванишвили, за все то, что вот Бедзина принес с собой. Я спрашивал, как так? Ведь это же, ну, они же непримиримые противники, это же, ну, как, я не знаю, вода и пламень, ну, как это можно? И мне объясняли, ну, вот Михаил Николаевич свою часть работы сделал, он, значит, нам какую-то такую площадку для европейскости зачистил, вот спасибо ему большое, но теперь будем жить, как мы привыкли, потому что, ну, мы еще пока не готовы к Европе. Почему? А у нас нет такого уровня жизни, как в Европе, у нас нет такого уровня зарплат, как в Европе, у нас нет такого уровня свобод, как в Европе, и вообще мы же понимаем, что есть оккупация, а Бедзина, поскольку он, ну, как мы считаем, пророссийский, он скорее как-то сможет договориться там об условиях не такой жесткой оккупации, может быть, о деоккупации, хотя деоккупация очень редкая, когда я слышал о готовности заниматься деоккупацией, Чем тот человек, которого там в России вообще не воспринимают или воспринимают как врага. Вот такая вот история. Ну, конечно, в этом смысле Грузии довольно непросто, потому что в отличие от Украины у нее нету своей собственной границы с Европой, с не Россией. То есть она граничит с Россией, Арменией, Турцией, Азербайджаном. Но в этом смысле, конечно, ее завязка на тот же российский рынок, она значительно плотнее, нежели Украину. Ну, просто вот география многие вещи определяет. И в этом смысле пространство для маневра порой, вот для экономического маневра, оно порой меньше, чем, например, тот потенциал, который есть в распоряжении Украины. А вот Молдова, Молдова, у нее есть граница, она фактически с трех сторон окружена в самой настоящей Европой, Евросоюзом. Ну, вот в Молдове тоже же посчитали 100% на выборах президента. И там будет второй тур. Будет второй тур, во второй тур проходит, кстати, один из самых, наверное, интересных президентов на постсоветском пространстве. Да что ж, заговариваюсь к концу программы, уже начинаю заговариваться, прошу прощения. Итак, там Игорь Дадон, человек, который, ну, такой откровенно пророссийский, действующий президент. Чем он любопытен? Он с 2016 года является президентом Молдовы. И за это время, поправь, я могу ошибаться, шесть или семь раз был временно отстранен от исполнения обязанностей президента конституционным судом. Потому что он не выполнял там в срок или вовремя, или там не соблюдал отведенные процедуры при назначении тех или иных людей в правительство, при подаче тех или иных документов на рассмотрение парламента. В итоге конституционный суд просто на время его отстранял и передавал полномочия президента другим людям. И во время одного из каких-то очередных кризисов, спровоцированных вот этими вот шатаниями Дадонной стороны в сторону, на сравнительно короткий, но тем не менее запомнившийся в Молдове период, премьер-министром, главой правительства стала Майя Санду, которая сейчас выходит во второй тур вместе с Дадоном. Если максимально упрощать всю ситуацию, то у Дадона 32,5% голосов. Это действующий президент пророссийский, который им, условно говоря, по поводу Крыма, например, отказывается высказываться и встречается регулярно с российским президентом, не скрывает своих симпатий. Очень любит Лукашенко. Очень любит Лукашенко, это правда. Вот, и, соответственно, Майя Санду, которая, у нее 36%, она на 3,5% опередила своего визави. У нее, она, соответственно, многими внешними наблюдателями воспринимается вот как лицетворение проевропейского курса Молдовы. Кстати, Игорь Дадон, например, чтобы вы понимали, у них свое соглашение об ассоциации с Евросоюзом, он неоднократно предлагал его отменить, например. Однако, на третьем месте по результатам первого тура был представитель, опять же, пророссийской партии, которая называется «Наша партия», Рената Усатый. Он набрал почти 17% голосов. И в этот момент возникает вопрос, куда, соответственно, какие будут перетоки во втором туре. И не получится ли так, что, соответственно, Игорь Дадон аккумулирует в своем распоряжении голоса других кандидатов, которые позволят ему во втором туре остаться на, соответственно, президентской должности. Причем, если я ничего не путаю, то Рената Усатый побеждает, не побеждает, я неправильно выразился, набирает значительное число голосов на выборах в Молдове, находясь при этом уже несколько лет за пределами Молдовы. Потому что против него завели уголовное дело, обвиняют его то ли в попытке расхищения, то ли в расхищении государственных средств. И вот писала, по крайней мере, об этом пресса Молдова о том, что он после этого сбежал, по-моему, это был 18 или 17 год, сбежал в Россию. То есть он выбирается, набирает немалые голоса на, на секундочку, президентских выборах, при этом уже несколько лет, судя по всему, не находясь, физически не находясь на собственной родине. Вообще любопытно, тот же самый Дадон, Игорь Дадон, действующий президент, он еще запомнился тем, что его прямые приказы очень часто госслужащие Молдовы не выполняли или просто игнорировали. Например, он запрещал военнослужащим Молдовы участвовать в военных учениях, в том числе с украинской армией во Львовской области. Прямо запрещал, а они все равно приезжали. И это вот история про очень такую забавную такую коллизию. Подвинь стандарты. Подвинь стандарты. Аналитичная программа Павла Казарина та Юрия Мацарского на радио НВ. Институционный суд Украины или, как многие говорят, антиконституционный суд Украины. Коррупционный суд, говорят еще некоторые. Страшный суд. По крайней мере, такая надпись часто появлялась на той самой акции в минувшую пятницу, на которой мы с Павлом были. Краткое содержание предыдущих серий. Конституционный суд Украины решил, что по большому счету снес антикоррупционную реформу, запретил проверять декларации, засекретил декларации государственных служащих, заявил о том, что нельзя, чтобы исполнительная власть всматривалась в декларации судей, потому что это инструмент давления на судей. Ну, в общем, и так далее, и так далее, и так далее. Я просто хочу напомнить, что принятие антикоррупционного законодательства было одним из обязательств Украины, например, в рамках получения безвизы и вообще макрофинансовой помощи от международных доноров. И теперь и безвиз, и макрофинансовая помощь под вопросом. И, соответственно, после того, как Конституционный суд принял свое решение, довольно скандальное, и после акции протеста, которые состоялись под Конституционным судом, президент Зеленский заявил о том, что вот мы сейчас срочно вносим закон Верховную Раду в парламент для того, чтобы распускать действующий состав Конституционного суда, для того, чтобы какие-то срочные мероприятия принимать, потому что это, мол, история про уничтожение и обнуление страны и так далее, и так далее, и так далее. Но, на самом деле, вот если вглядеться в экспертные комментарии по поводу случившегося, то все многообразие выбора, которое сегодня есть у украинской власти, оно сводится к двум сценариям. Об этом хорошо пишут Михаил Жернаков из фундации «Де Юре» и Виталий Шабунин из Центра по противодействию коррупции. Первый вариант. Первый вариант — это, например, можно сейчас в Верховной Раде проголосовать закон, который увеличивает кворум в Конституционном суде. Ну, то есть, чтобы Конституционный суд, если хочет принять какое-то решение, чтобы там, например, минимум 15 или даже 18 судей должны, соответственно, единогласно принять какое-то решение. И тем самым, говорит Михаил Жернаков, мы заблокируем деятельность Конституционного суда Украины, потому что сейчас у него на рассмотрении закон о земельной реформе, закон о языке... Сейчас в срочном порядке приступили к его рассмотрению. Конституционные судьи, да. И он говорит, если мы боимся того, что Конституционный суд может отменить закон о земельной реформе, если мы не хотим, чтобы он отменял закон о языке, если мы не хотим, чтобы Конституционный суд отменял существование высшего антикоррупционного суда, то есть вариант. Давайте примем закон в парламенте, который увеличивает кворум в Конституционном суде. Там сейчас, например, три должности судебные есть, вакантные. Если мы принимаем, что кворум, например, на уровне 16 судей, то понятно, что действующий состав, где нету 16 судей... Ни на что не способен. Ни на что не способен. У этого, говорит, конечно, есть риски, потому что есть парламент, и если, условно говоря, мы оказываемся в ситуации, когда у нас вообще нету работающего Конституционного суда. Но, с другой стороны, мы видим, что действующему Конституционному суду вопросов больше, чем ответов, уровень доверия невысок, так, может быть, лучше поступить подобным образом. Второй вариант. О нем, например, говорит Виталий Шабунин. Он говорит о том, что... Да, второй вариант это срочная перезагрузка Конституционного суда Украины, ну, например, в рамках того законопроекта, который предлагает президент Зеленский. Но, но, тут есть риск, потому что если перезагружать Конституционный суд по президентской модели, то, по большому счету, действующий президент и действующее монобольшинство имеет возможность назначить 12 из 18 судей, я так понимаю, и, по большому счету, власть действующая, воспользовавшись ситуацией, получает, ну, вот такой вот себе подконтрольный суд. Потому что, по-хорошему-то, конечно, нужно назначать не в авральном режиме, а через сложную процедуру конкурсного отбора, когда, в том числе, международные эксперты участвовали бы в этом отборе, когда бы анализировалась вообще биография кандидатов и так далее, и так далее, и так далее. Ну, в общем, вот, на самом деле, выбор из плохого и худшего, потому что, на самом деле, мы оказались в ситуации, когда, с одной стороны, мы настолько стремились к независимости Конституционного суда, что, по большому счету, эту независимость в законодательстве прописали, а, с другой стороны, не дадут... А теперь и правы на них найти не можем. А теперь, оказывается, в ситуации, что, ну, вот, действительно, это же история про то, что Конституционный суд защищен не только от давления с попыткой, там, повлиять на них как-то, но, в том числе, и защищен от ответственности, в том числе, когда он принимает довольно неправосудные решения. Уже, видишь, политики говорят о том, что то, что делает сейчас Конституционный суд, те решения, которые он принимает, ну, в них есть, по крайней мере, признаки попытки государственного переворота, признаки попытки изменить направление движения Украины в сторону к Европе, в сторону к торжеству прав человека, к торжеству законности, ну, и ко всему тому, к чему мы стремимся уже который год. Смотри, не только мы с тобой внимательно следим за всей этой историей, не только нас с тобой волнует, вот, оказывается, еще и монобольшинство, но уже не грузинская мечта, а слуга народа, тоже озаботилась этой проблемой. Судя по тому, что сообщают сейчас наши коллеги, сегодня собирается фракция на заседание, фракция слуги народа на заседание, причем собирает ее, созывает ее буквально президент Украины Владимир Зеленский. Уже есть утечка аудиообращения Владимира Зеленского из внутреннего чата слуги народа, тот чат, в котором общаются депутаты. Так вот, в него направил аудиосообщение, отправил сам Владимир Зеленский. Вот что он, я сейчас вкратце процитирую, не все, но тем не менее. Странное поведение судей конституционного суда в считанные часы поставило страну на грань катастрофы. Или страна снова будет втянута в кровавый хаос, или государство снова, как система прозрачных правил договоренностей, и договоренности прекратит свое существование. Или мы, наконец, станем действительно мощной политической силой и скажем свое слово. Нет, нет лжи. Вот так вот, вот с такими словами обратился Владимир Зеленский к монобольшинству. Я уже говорил это слово сегодня на эфире, и скажу, в шахматах есть термин цукцванг. Вот когда любой ваш ход, он только ухудшает ваше положение на доске. Это ситуация, в которой оказалась страна. Вот лично, как я вижу, все произошедшее, поспорь со мной, если я не согласен. Год назад, когда, полтора года назад, когда Владимир Зеленский стал президентом страны, а потом завел свое собственное монобольшинство в Верховную Раду, мы же понимаем, что в нашей стране вот эта история не только про борьбу отдельных политических партий между собой. Есть огромные отдельные касты, прокурорская каста, полицейская каста, судебная каста, которые считают себя неприкасаемыми и вообще глубоко возмущены любой идеей судебной реформы, прокурорской реформы. Потому что, алло, комон, ну кто вы такие, челядь, чтобы нас заставлять перед собой отчитываться. Проходят местные выборы. Судебная каста видит, что на самом-то деле президент Зеленский уже куда-то как растерял свою поддержку, что его партия не обладает монополией на власть в масштабах страны. Они понимают, что он сильно просел, что разваливается его монобольшинство в парламенте, что многие депутаты от «Слуги народа» ориентируются не на Зеленского, а на Коломойского или на каких-то других игроков. И решают, окей, ну тогда вот давайте мы сейчас проверим, кто, собственно, схватка двух якодзун, кто кого. И сносят, например, антикоррупционное декларирование и вообще антикоррупционную реформу. И президент Зеленский, оказывается, в ситуации, либо он дальше идет на откровенно неконституционные шаги и сносит действующий состав Конституционного суда, проталкивает туда своих людей и так далее, и так далее, что, соответственно, тоже может быть чревато чем угодно, либо он, соответственно, проигрывает в этом противостоянии с Конституционным судом и от него еще больше начинают, может быть, отваливаться его сторонники, полагая, что тем самым он проявил слабость. А выигрывает во всей этой ситуации такие люди, не знаю, как Виктор Медведчук, который в эфире всех своих телеканалов теперь говорит, что вот, в стране кризис, давайте-ка на досрочные... Распустим парламент. Распустим парламент и пойдем на досрочные выборы, которые, наверное, он полагает для себя довольно-таки выгодными. Самое, знаешь, во всем этом деле грустное, вот действительно самое грустное, это то, что и ты об этом несколько раз сказал, каста, кастовость, действительно сформировались какие-то, ну, непрозрачные, непроникаемые касты, которые никого к себе не пускают и с остальными гражданами, с остальным обществом общаются постольку-поскольку, когда их что-то нужно из этого общества вытащить, когда нужно что-то от этого общества получить. Вот это самое грустное, самое печальное. И по большому счету все реформы, которые проводятся в стране или которые планируются проводить, должны быть в первую очередь направлены на разрушение этой кастовости, на разрушение этой закрытости. Так ведь была при Порошенко судебная реформа, но ее, так понимаешь, выхолостили в тот момент, что огромное количество недоброчестных судей, они переизбрались на свои должности, а целые одиозные суды, например, как ОАС, которые Порошенко мог, на самом деле, распустить за подписью, они остались существовать. Тогда считать, что и не было никакой реформы. Так и полтора года у Зеленского, который он находится у власти, он давно мог бы перезапустить судебную реформу, пока у него было послушное и ручное ума на большинство и так далее. И петиции общество создавало, и неравнодушные активисты собирали под ними 25 тысяч подписей с тем, чтобы Зеленский запустил судебную реформу, расформировал ОАСК и так далее, и так далее, и так далее. Но вместо этого полтора года занимались чем угодно, но не этим. А сейчас мы видим, как судебная система наносит ответный удар. И она бьет, может быть, по Зеленскому, но на самом-то деле рикошетит по всей стране. А вот завтра как раз в нашем эфире и поговорим. Завтра уже, скорее всего, будет известно, чем закончилось заседание фракции. Ну и так или иначе, как-то-то эта история будет двигаться. Не может же она зависнуть на той точке, на которой мы сейчас. Ну мы теперь все заложники этой ситуации. Вот поэтому обязательно поговорим об этом завтра. Всего хорошего. Счастливо. Берегите себя. Подвини стандарты.